За более чем 11 лет отношений я часто встречала друзей, знакомых, которые бежали от отношений или которые, наоборот, сломя голову, искали кого-то, лишь бы не быть одним. Знаете, как говорил Ремарк, что первый человек, о котором ты думаешь утром, и последний человек, о котором ты думаешь ночью, это или причина твоего счастья, или причина твоей боли. Мне кажется, то, в каких отношениях ты живешь, и то, на что ты готов пойти ради улучшения, или сохранение этих отношений, может многое тебе рассказать. Поэтому я сегодня решила все-таки снять это видео, в котором поделюсь с вами 10 секретами счастливых отношений, секретами или советами. Получилось такое достаточно откровенное видео, на которое я, на самом деле, долго решалась. Первая вещь, которую я поняла, которая не до всех доходит, хотя многие о ней слышали, это то, что нужно с уважением относиться к своему партнеру, и то, как мы относимся к чужим порой людям, к людям окружающим, которых мы видим всего лишь раз в жизни, два раза в жизни, или к своим коллегам, или к своему боссу. Иногда это отношение даже лучше, чем отношение к своим близким людям. Я задумывалась над этим, наверное, лет 6 назад, и поняла, насколько это нелепо, и насколько это неправильно, потому что мы думаем, что близкие нам люди могут все стерпеть, проглотить, любые ваши слова, любые ваши действия, любой психоз, никуда они от вас не денутся, что все имеют право погреметь посудой, не знаю, наорать, оскорбить. Это нормально, потому что это близкий человек. Страх перед окружающими людьми, перед своим начальником, или, например, перед своими коллегами, просто не позволяет нам допускать такого эмоционального хамства. Для меня приоритетом стало как раз вести себя очень уважительно и очень подобающе именно со своими близкими людьми. Если у меня есть какой-то негатив или какая-то агрессия, я стараюсь это, конечно же, не держать в себе. Поверьте, вовсе не обязательно в своей квартире найти молодого человека и накричать на него. Можно пойти побегать, можно заниматься спортом. Я, например, очень люблю писать в блокноте все свои мысли, вообще все, что меня гложет. Это очень хорошо помогает как раз избавиться от тех негативных эмоций, которые мы очень любим, знаете, на кого-нибудь повесить, и потом ходить и думать, что вот я вроде разрядился, но при этом получилась ссора. И вот это неуважительное отношение как раз показало вас совершенно нехорошей стороны, поэтому относитесь с уважением к вашим близким людям. На то они и близкие люди, чтобы беречь их, ценить и уважать. Вторая вещь — это просто не смотрите на другие пары, не смотрите на то, как другие люди, как строятся вообще другие отношения, особенно на людях, потому что очень часто можно заметить, что в компаниях девушка начинает как-то пилить своего парня, что вот, посмотри, у другой пары какие замечательные отношения, они держатся за руку, не знаю, он ее как-нибудь называет очень ласково при всех, а мы так не делаем. На самом деле отношения у всех очень разные, и кто-то, я знаю, просто может играть вот так вот на публику, хотя они ведут себя в других условиях совершенно иначе. Конечно, есть люди, которые сохраняют свою миловидность и на людях, но есть некоторые просто, которые вот любят показать себя, знаете, с такой вот хорошей стороны, вот у нас все так здорово, мы такие милые, замечательные. Кому-то от этого становится просто завидно, и начинаются, знаете, такие какие-то взаимоупреки, вот, а у других вот так вот, вот другие ходят, не знаю, на пикники, на свидания. Мы никогда не узнаем вообще, как происходит жизнь внутри у другой пары, потому что все привыкли держать, если это, конечно же, плохие вещи, держать это в себе. Ну, конечно, если речь не идет о каких-то близких подругах, которые вам могут высказаться, выговориться, но в основном все любят показывать обычно, знаете, инстаграмную картинку, что все у всех здорово, что они такие замечательные, счастливые, и никто никогда не ссорится, вот, исключительно у них цветочно-букетный период. Не смотрите на других, просто ориентируйтесь на собственные ощущения, на то, как вы себя чувствуете в своих же отношениях, пытайтесь говорить со своим молодым человеком или с девушкой вообще, чтобы улучшить вашу ситуацию, не стоит оглядываться, не стоит сравнивать себя с кем-то, и слепо следовать советам, даже если я даю их в видео, тоже не стоит. Просто возьмите себя на заметку, прислушайтесь и применяйте на себе только то, что будет полезно и то, что подойдет вам. Например, приведу свою ситуацию. В наших отношениях Дима совершенно не романтичный, я тоже не особо романтичная, мне, в принципе, это не нравится. Если почитать все какие-то более или менее адекватные женские журналы, которые я читала, кстати говоря, очень давно, ну, вот там вот принято, что романтика в отношениях должна быть, что должны быть цветы, должны быть ужины при свечах, но я не считаю, что это нормально, потому что ни мне, ни Диме этого особо не надо. Раньше я думала, что, может быть, мы какие-то нормальные, может быть, у нас какие-то не особо счастливые отношения, раз нету такой романтики. Всех свои принципы и характеры. Ни в коем случае не думайте, что у вас что-то не то, если вы в отношениях счастливы, но не соблюдаете каких-то, не знаю, общепринятых ритуалов, что сходить обязательно в кино, три раза в месяц обязательно букет, обязательно какая-то романтика, которой, быть может, вам вообще вовсе и не надо. Третья вещь, которую я поняла, это то, что в отношениях нужно обязательно оставаться человеком интересным и прежде всего самому себе, потому что знаю, что некоторые добиваются, начинают с кем-то встречаться и останавливаются в своем развитии, что и темы для разговоров как-то исчерпывают себя, ты перестаешь интересоваться чем-то, ты буквально ждешь, что другой человек будет вокруг тебя с бубном плясать, как-то тебя веселить, что вот ты же в отношениях, все же здорово, можно дальше ничего не делать, просто лежать на диване. Если вы будете ждать от своего партнера, от своего человека, то, что он будет вот просто из кожи вон лезть, чтобы вас развеселить, такого просто ненадолго хватит, поэтому просто я вам советую, не ограничивайте свое развитие, читайте, увлекайтесь чем-то, будет очень здорово, если у вас будет какое-то действительно классное хобби, потому что в глазах своего партнера, своего молодого человека, вы просто подниметесь, у вас будут какие-то интересы, вам будет о чем рассказать, что пообсуждать, вы не будете бесконечно обсуждать людей, какие-то сплетни, перетирать друг другу кости, потому что с вами будет интересно общаться на какие-то действительно важные и нужные темы, поэтому вот развиваться, иметь какое-то хобби, свои интересы, чтобы не быть, знаете, как банный лист, который прилип к своей второй половинке и ждет от нее каких-то чудес или каких-то развлечений. Четвертая вещь, которая просто для меня стала, не знаю, какой-то магической, это то, что нужно научить любить себя быт. Знаю, что очень часто фигурирует вообще вопрос бытовухи, что бытовуха разрушает отношения, что вот люди разводятся на фоне быта. Я не знаю, мне просто настолько нравится дом содержать в чистоте, мне настолько нравится и готовить, и как-то убираться, меня это успокаивает, я просто не представляю, как можно жить в других условиях, как можно не любить то место, где ты живешь, где ты питаешься, где у тебя хранится одежда, и мне кажется, что сейчас просто масса настолько интересной и доступной информации, которая рассказывает тебе о новых рецептах каких-то, которые вообще всем доступны, для которых не нужно массу ингредиентов, но которые будут просто радовать твоих близких. Есть огромное количество статей про уборку дома, например, про минимализм, который мне так нравится, и который как раз позволяет расхламиться, который позволяет энергии циркулировать. В общем, знаете, в быту помогают какие-то вещи, очень банальные, быть может, например, почитать про фэн-шуй, почитать про то, как действуют вообще цвета на психику, в общем, очень много есть информации, которую люди просто недооценивают, и из таких вот мелочей и складывается счастливый быт. Например, я очень люблю какие-то милые, классные чашки, которые я нахожу на парижской барахолке по утрам. То есть, знаете, мне просто нравится создавать свой быт самой, потому что за меня его никто не создаст. И, например, купить какие-то качественные, классные полотенца для рук или какие-то тряпки, какие-то средства для уборки, которые будут тебя мотивировать, поднимать настроение, но это не так дорого стоит, чтобы, знаете, разводиться из-за бытой. Поэтому, мне кажется, вся бытовуха, она в наших руках, но, по крайней мере, в наших отношениях. Бытовуха, это просто одна из моих любимых частей, и у нас никогда не возникало каких-то споров, тем более уж ссор на почве бытовых каких-то, бытовых вопросов. Пятая вещь, которая также важна, это то, что иногда, особенно если это какие-то длительные уже отношения, которым больше двух-трех лет и так далее, мы просто забываем вообще, кто перед нами, какой человек. Мы настолько привыкаем к своему партнеру, к своему молодому человеку или к девушке, что у нас просто, знаете, замыливается глаз на все его достоинства, а на недостатке, наоборот, как правило, заостряется просто зрение. Поэтому я просто поняла, что очень важно на человека всегда смотреть под каким-то новым углом, восхищаться тем, что он умеет. Потому что для меня, например, в отношениях очень важно говорить, за что я ценю человека, почему он так важен для меня, собственно. Я вообще в открытую восхищаюсь Димой, насколько он умный, насколько он целестремленный, сколько он уже в жизни добился. Поэтому, ну, не знаю, не то, что даже дело в гордыне, что вот как. Как сделать человеку комплимент? Просто искренне говорите то, что вы о нем думаете. Если вы будете, ну, каждый день как-то пытаться по-новому посмотреть на этого человека, то вы его будете больше ценить, то есть будет стираться вот это привыкание. И даже если 20 лет пройдет, 30 лет пройдет, вы все равно будете помнить, почему вы именно этого человека выбрали и почему именно с ним вам так комфортно и счастливо живется. Конечно же, ссорятся абсолютно все, но чистота этих ссор и их интенсивность может тоже многое вообще рассказать о ваших отношениях. И не нужно ссор искать. Тем, кто захочет поссориться, он найдет ссору и любой повод вообще просто на ровном месте. То есть бывают люди, которым просто нужны скандалы, которые не могут без этого и просто, ну, у них такой характер, такой взрывной характер. Как правило, такие люди очень быстро отходят, не обижаются, но кто-то, да, действительно обижается, дуется, потом ходит, молчит несколько дней. Стоит жизнь себе усложнять, если только тебе самому этого не хочется, найти какой-то повод, покричать, повыяснять отношения, показать, кто здесь прав и кто виноват. Но если вам хочется счастливых отношений и спокойной жизни, пытайтесь быть мудрее и понять, что у всех, опять же, есть какие-то свои недостатки. И у многих бывают сложные периоды в жизни, просто плохое настроение. И не отнять у нас этого. У меня, например, голова болит так, что я вырубаюсь, и у меня такие мигрени, что просто кошмар. И как бы Дима к этому нормально относится, он не шумит, он не пытается делать какие-то громкие дела, когда у меня болит голова. Точно так же я, если он работает, особенно сейчас, когда также Дима продолжает работать из дома, я знаю, что не стоит к нему подходить с какими-то глупыми вопросами, что вот, у меня не работает эта программа по монтажу, что он мне делает. Я просто понимаю, что не нужно провоцировать, опять же, на ссоры, не нужно вообще думать, что человек, он такой, что он все стерпит, он будет просто всегда в прекраснейшем настроении, что у него тоже не будет каких-то, знаете, эмоциональных качель. Если у вас такое есть, а как правило, у всех такое есть, взлеты и падения в настроении, вообще в какой-то мотивации, то значит, у другого человека он тоже имеет, абсолютно имеет на это право. Просто нужно понять, какой подход к нему применять в такие периоды, и, например, просто вот в нашем случае нужно помолчать, нужно оставить человека в покое, и все, и все будет прекрасно. Очень важная вещь, которую я поняла, и на самом деле она распространяется, но не только на отношения, в принципе, на всю мою жизнь, потому что я человек очень благодарный, и я просто заметила по некоторым своим знакомым, что в отношениях они перестают быть благодарными за многие годы отношений, просто ты воспринимаешь все как должное, если человек тебе делает подарок, ну, а у него разве есть выбор не делать вам подарок, потому что вы же в отношениях, это же все так логично, не знаю, я как-то, я не пытаюсь жить по накатанной, потому что если ты будешь воспринимать все так, как, ну, по-другому, это быть не может, что мне обязательно дарят подарки, мне делают комплименты, этот человек со мной, потому что он никуда от меня не денется, ну, просто жизнь станет ужасно, наверное, тяжело, я вот живу по такому принципу, что я очень благодарна вообще за все, в принципе, что со мной в жизни происходит и за что и что для меня люди делают, особенно близкие люди, то есть я знаю, что для некоторых, вот как я говорила в первом пункте, очень уважительное отношение присутствует, но оно даже распространяется больше на посторонних людей, чем на своих близких, то в моем случае, наоборот, некоторые люди думают, что я в компании какая-то немного высокомерная, знаете, потому что в принципе я интроверт, но может быть, я тут задалась вопросом, что я к постороннему людям отношусь более холодно, более на дистанции, на расстоянии именно от того, что я сделала свой выбор и от того, что я к своим близким людям как раз отношусь в разы теплее, в разы доброжелательнее, я готова на них действительно сделать все и быть очень благодарной за все, что они для меня делают, и поверьте, если вы будете благодарным, то человек будет с радостью хотеть сделать для вас еще и еще больше. Конечно же, в отношениях ни в коем случае не стоит забывать о личной свободе, потому что, ну, каждому человеку нужно побыть наедине с собой, и бывает очень сложно вынести, знаете, 24 часа в сутки присутствия другого человека, пусть даже любимого, потому что появляются какие-то раздражающие факторы, не знаю, ты начинаешь замечать, как он дышит, понимаешь, что в нашем случае, например, это совсем не так, потому что мы очень много времени проводим вместе, мы постоянно сейчас работаем из дома вместе, если кто вообще нашу историю не знает, то мы с Димой ходили вместе в один детский садик в Абакан, затем закончили одну и ту же школу, мы учились в одном классе, переехали в Новосибирский государственный университет, куда мы поступили, и потом уже Дима сначала первый получил свою стипендию в Париже, переехал в Париж, затем уже получила свою стипендию я и переехала тоже в Париж, вот, мы с ним в Париже уже живем, получается, пятый год вместе. Просто скажу, что, да, раньше в наших отношениях были достаточно сложные периоды и отношения на расстоянии, и мы очень, очень болезненно воспринимали как раз этот период, когда Дима переехал первый в Париж, а я еще доучивалась. Я очень счастлива, что этот период пройден, что этот сложный период пройден как раз благодаря вот этим советам, которые я вам сейчас дочитаю. Следующая очень важная вещь, это то, что попытайтесь быть мудрее. Конечно же, иногда, когда вспыхивают эмоции, очень сложно мыслить, знаете, категорически, мыслить хладнокровно, но я вам просто хочу дать совет такой, попытайтесь, если у вас вдруг возникла ссора, просто не кричать. Я, например, такой человек, что я вообще никогда не кричу. И это не от того, что я как-то пытаюсь подавить в себе этот крик, или как-то мне хочется покричать, и я понимаю, что это будет смотреться некрасиво, просто я поняла, что мне кричать не нужно, мне не нравится вообще в принципе кричать, я этим ничего не докажу, я наоборот как-то расплескаю свои последние нервы, если я хочу что-то обсудить, даже если на меня вообще кто-то другого будет кричать, я просто буду говорить «пожалуйста, тишь!» Если этот человек не останавливается и кричит на меня, то я понимаю, что разговор адекватного не получится, я стараюсь как-то уйти и поговорить потом нормально, спокойно, потому что вот быть мудрее это как раз означает то, что не нужно спускаться на уровень человека, который как-то проявляет, не знаю, агрессию, как-то кричит на вас, если даже это ваш молодой человек в порыве эмоций начинает крушить, например, посуду, хотя у нас такого вообще никогда не было, там максимум, Дима, он более эмоциональный, он более бурно реагирует на что-то, и поэтому там максимум, что он может сделать, это на два тона поднять голос, и тот для меня, это вы уже знаете, я говорю «нет, все, поговорим потом», потому что, не знаю, я очень болезненно воспринимаю все эти повышенные тона, и даже, ну, в моем случае, если это речь идет просто о каком-то другом человеке, если он пытается как-то вывести меня на ссору, на какой-то конфликт, спровоцировать, то я просто говорю «все, спокойно, поговорим чуть позже». И следующая вещь, которая как раз тоже приходит с годами, это то, что отношения, конечно же, они строятся на взаимосвязи, то есть не ждите отношений того, что если вам делают что-то, если делают вам шаг навстречу, то вы это будете просто воспринимать, и ничего в ответ не делать, потому что человек тоже ждет от вас поддержки, и не важно, это какие-то слова поддержки, или какие-то действия, или просто знаки внимания, потому что каждый человек хочет быть любим, и если в отношениях он не находит этой поддержки, или опоры, или просто, опять же, внимания к своей личности, к своим каким-то хорошим сторонам, сильным качествам, потому что каждый человек, как правило, от отношений, он как раз ищет этой опоры, поддержки, эмоциональной, моральной, просто даже, чтобы давали знать о том, что есть у него такие вот какие-то сильные стороны, хорошие качества в его личности, поэтому в отношениях как раз очень важно идти друг к другу навстречу и делать вот эти вот шаги одновременно, поэтому даже если вы поругались, то не бойтесь делать первый шаг, не бойтесь показаться, что у вас нету гордости, или вы что себя не уважаете, что вы подойдете первым к человеку и спросите вообще в чем дело, что случилось, потому что показывая, что вы готовы к диалогу, что вы готовы обсуждать проблемы, показывает вас как раз как человека мудрого, терпимого, и который хочет улучшить ваши отношения. В общем, друзья, если вам понравилось видео, то не забывайте его поддержать, пожалуйста, и если вы не подписаны на канал, то я вам буду очень-очень рада, так что, если остались какие-то вопросы, то задавайте их внизу в комментариях, я постараюсь абсолютно на все ответить. Крепко вас обнимаю, совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok